На территории города Севастополя на сегодня действует два имущественных налога. Это транспортный налог, введенный 75-м законом города Севастополя, и земельный налог, введенный 81-м законом города Севастополя. В этом году жители нашего города уже получат уведомления не только на уплату транспортного налога, но уже и земельного. Налог на имущество физических лиц пока на территории города Севастополя у нас не введен. Безусловно, граждан волнует вопрос, имеют ли они льготы на уплату имущественных налогов. Что касается земельного налога, то согласно нормам 81-го закона города Севастополя, физическим лицам льготы не предусмотрены. В отношении транспортного налога региональным законодательством установлены льготы в отношении 19 категорий налогоплательщиков. Это герои Советского Союза и Российской Федерации, герои социалистического труда, полные кавалеры Ордена Славы, Ордена Трудовой Славы, ветераны Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, инвалиды Великой Отечественной войны, инвалиды 1-й и 2-й группы, инвалиды, имеющие ограничения способностей к трудовой деятельности 2-й и 3-й степеней, инвалиды детства, один из родителей или усыновителей ребенка-инвалида, опекун-попечитель ребенка-инвалида, лица, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей и чернобыльцы. Отмечу, что льготы для пенсионеров, военнослужащих и других категорий граждан, которые не включены в перечень, не предусмотрены. Предоставляется льгота на одно транспортное средство с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил включительно. То есть, если у нас мощность двигателя свыше 100 лошадиных сил, соответственно, льгота не применяется. И, кроме того, не льготируются воздушные транспортные средства, яхты, другие парусно-моторные суда и также гидроциклы. Хочу остановиться на категории граждан, которые воспитывают троих и более несовершеннолетних детей. Здесь данные лица освобождаются от уплаты налога в отношении одного транспортного средства с мощностью двигателя до 200 лошадиных сил включительно. И если у лиц есть еще транспортные средства с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил, они могут воспользоваться льготой на один из видов транспорта по их выбору. И здесь уже размер налога у них снизится на 50%. И еще об одной федеральной налоговой льготе, я хотела бы сказать, которая предусмотрена статьей 361.1 Налогового кодекса. Это владельцы 12 тонн транспортных средств, которые зарегистрированы в системе Платон. Значит, согласно нормам налогового кодекса, они имеют право уменьшить сумму транспортного налога на сумму платежей, которые были произведены через систему Платон. Все налогоплательщики, которые имеют право на получение льготы, но не предоставили на сегодняшний день заявление на получение льготы по уплате транспортного налога, должны до конца мая такое заявление предоставить в любую инспекцию по их выбору. Здесь можно предоставить заявление о получении льготы с пакетом документов на ее подтверждение лично, либо через законного представителя, можно направить почтой с заказным письмом, а также воспользоваться личным кабинетом, открытым через официальный сайт Федеральной налоговой службы России. Рекомендованную форму такого заявления можно получить в любой инспекции, либо, опять-таки, очень удобно через официальный сайт Федеральной налоговой службы России налог.ру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова